Восемь вечера. Самое время узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Игра в подкидного премьера. Рада продолжает собираться на очередное в неочередное. Политики обещают выйти из правительственного тупика. Наскандалил и ушел. Адиозный посол Украины в Чехии подал в отставку. Нажива на беде. Кто воровал деньги вынужденных переселенцев? Обо всем этом и не только прямо сейчас, но пока напомню, что сегодня вас ждет долгий информационный вечер на Интере. Ведь сразу после подробностей в эфире, как всегда по пятницам, черное зеркало. О темах политического ток-шоу расскажу немного позже, а пока начинаем наш выпуск. Искать американские деньги готов. Зам генпрокурора Сакварелидзе обязуется прийти на допрос в ГПУ по вопросу исчезнувших 2 миллионов долларов, предназначавшихся для реформирования прокуратуры. Хотя сам считает, что вся эта история не более чем попытка дискредитировать его и команду. Сейчас, говорит зам генпрокурора, работа его отдела парализована. Изданию «Новое время» он и вовсе сообщил, что не стоит искать то, чего вообще не было. Уверяет, 2 миллиона долларов не дошли в Украину, поскольку американский грант так и не был выделен. Якобы из-за недоверия украинской генпрокуратуре. Напомню, на днях ряд изданий предположили, что к делу о растворившихся деньгах причастен именно Сакварелидзе. В генпрокуратуре ответили, что на допрос Давида Сакварелидзе не ждут, поскольку на то нет причин. Ни одного уголовного дела ни на него, ни на его команду пока не открыто. Вместо этого ожидают, что начальник управления реформ займется своей работой. Что же касается генпрокурора и его ведомства, в целом, то никаких претензий, которые могли бы означать отказ от выделения гранта, со стороны западных партнеров не было. Я напомню, что вопрос об отставке генпрокурора Верховная Рада рассмотрит 29 марта. Но пока 226 голосов для отставки Виктора Шокина нет. Нет в Верховной Раде пока и путей выхода из правительственного кризиса. Депутаты по-прежнему сидят на берегу и ждут, пока мимо них проплывет заявление об отставке Яценюка. Пока ждут, тикают часы коалиции. Счет идет уже даже не на дни. Что делают депутаты в непонятной ситуации? Конечно же, идут отдыхать. О полупарализованной Раде и подвисшей коалиции наши корреспонденты. На час вопроса к правительству в Верховную Раду пришли несколько министров. Нет и премьера. Сегодня в кабине вне очередное заседание. Пока в сессионном зале министра вяло слушали депутаты, в кулуарах более активно обсуждали отставку премьера. Каждый день, когда Яценюк позачерговывает заседание уряду, все сподіваються, что он подякует народу, что терпел его. Значит, піде відставку. А он постоянно принимает какие-то гениальные решения на покращение життя Украины. Кто шутил, а кто всерьез анонсировал. Внефракционный Борислав Береза из собственных источников узнал. Яценюк вот-вот хлопнет дверью. Сейчас зал ожидает, что выйдет Яценюк и заявит про свою отставку. И это может стать действительно, потому что вчера был проголосованный закон, на котором наполягали самые представники Нагродного фронта. После этого они сказали, что Яценюк может написать заяву про отставку. Зал премьера так и не дождался. А фронтовики уверяют, все это слухи. Говорят, никуда Яценюк уходить не собирается. По крайней мере, до тех пор, пока ему замену не найдут. Как только партия Блоку Петра Порошенко озвучит анонсирование прозвища, под которым у них есть 226 голосов, и продемонстрирует программу и склад Кабинета министров, решение будет моментально реализовано. Ради этого депутаты готовы собраться на внеочередное заседание парламента. А вместе с голосованием за увольнение Яценюка решить вопрос и с генпрокурором. Пытание, что до отставки и извольнения с посады генерального прокурора Украины Виктора Шокина должно происходить в пакетном голосовании вместе с премьером, поскольку в отставке это было политическое его решение. Две отставки в подвешенном состоянии парализовали работу парламента. За всю неделю депутаты смогли принять всего два важных закона, да и то с десятой попытки. Мы впервые в достаточно сувенинный закон по спецконфискации. Этим отвлекли внимание и от отставки уряда Яценюка. Есть два шляхи, або Яценюк идет, або Яценюк идет вместе с депутатами на переборы. Я не вижу других шляхов на сегодняшний день. Все это решено, почему не отставляют, почему отставляют, это мышеча вовту дня, отвлекание, увага. Он каждый день то вечером уходит в отставку, то утром просыпается и возвращается назад. Пока не будет решен вопрос правительства, в зале сегодня никакой коалиции нет, никакого парламента практически нет, они опять уходят отдыхать. В подвешенном состоянии и большинство в парламенте в Батьковщине посчитали. Уже завтра истекает месяц того момента, как коалиция де-факто распалась. Де Юре все молчат. Завтра у президента появляется право достроково прекратить повноважение парламенту. 30 днів стекло. Мы месяц провели в разговорах на те, чи жива коалиция, чи мертвая. Хотя в Конституции все написано. Но в нас пытаются трактовать законы по-своему. Вчера было надважливое голосование по спецконференциации, грошей, которые вкрала банда Януковича. Это еще раз было показано, что коалиция есть и действия. Тем временем спикер Гройсман и дальше зовет на консультации. Цей тиждень политических консультаций между всеми политическими силами, ключевыми парламентскими, был более конструктивным, чем все предыдущие. Что есть очень добрым сигналом того, что все-таки можно найти выход из ситуации. Кто с кем и когда совещается, уже запутались все депутаты. Говорят, все это происходит кулуарно и за закрытыми дверями. Фамилии возможных кандидатов на пост премьера официально никто не озвучивает. В том, что будет очередное заседание парламента на следующей неделе, нардепы сами сомневаются. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Дедов, Василий Миновщиков. Подробности в телеканал Интер. Народный фронт по-прежнему отстреливается громкими заявлениями. На этот раз полицила обратилась к Петру Порошенко и президентской фракции в парламенте. На сайте партии требуют или назвать имя нового премьера, или поддержать Яценюка, его программу и нынешнее правительство. А призывы отправить Кабмин в отставку называют безответственным популизмом. Напомню, накануне президент выразил надежду, что политический кризис в Украине будет разрешен до конца марта. А вот Юлия Тимошенко уверяет, что ждать осталось всего два дня. И прозвучит имя нового премьера. Яценюк, уверена, лидер Батьковщины в отставку подаст сам. Сегодня мы ожидаем от премьера-министра Украины, что он честно и гидно подаст в отставку. Потому что он понимает, что у него ноль поддержки в обществе, ноль поддержки в парламенте и ноль поддержки даже среди своих коллег, которые работают, в том числе и в собственной фракции. Все понимают, что этот уряд сбанкрутировал и этот уряд довел страну до крайней ступени кризисы. Вспомнит ли премьер о том, что объявлял себя политическим камикадзе, и увидит ли страна его характери? Возможность добровольного ухода премьера и перспективы разрешения кризиса мы попросили прокомментировать политических экспертов. Я думаю, что до конца марта должно разрешиться. Либо Яценюк остается, там на 4-5 месяцев до осени, до конца октября. Плюс, если там выборы досрочные, то еще там пока будет сформирован новый кабинет. То есть до конца года получается. Либо все-таки будет согласие фракции, коалиции и хотя бы части Народного фронта на голосование по кандидатуре Гройсмана. Им надо кровизносу, обязательно надо явить внутриполитическую стабильность. Именно поэтому я склоняюсь к мнению относительно того, что следующая неделя и, возможно, еще, собственно, в течение двух недель будут предприняты решительные попытки все-таки разрубить этот гордий узел противоречий и выйти на какой-то компромисс. Возможно, действительно будет рокировка и спикер Верховной Рады Владимир Гройсман займет кресло премьера, а кресло спикера получит представитель Народного фронта. Яценюк может сидеть себе спокойно и ни о чем не волноваться. Ему ничего не угрожает. А все то, что сегодня при политике объявляют, это такая дымовая завеса, которая признана отвлекать внимание украинцев. От глубочайшего социально-экономического кризиса, от очередных поднятий тарифов ЖКХ, от сокращения коек в больницах, вот все последние темы, которые у нас возникают, социально-экономические, все это двигается на второй план вот этими игрищами за наш с вами счет в парламенте и в правительстве. Поскольку еще недели или месяцев Украина способна прожить в состоянии правительственного кризиса, 30 дней без коалиции, распускать или нет, что делать с парламентом, и есть ли какие-то способы сменить премьера, если Яценюк все же не напишет заявление об отставке. Вот обо всем этом поговорим в студии «Черного зеркала». Эфир программы, напоминаю, сразу после подробностей не пропустите. Поговорим мы в этой программе, кстати, и о крымском вопросе. Он на повестке дня не только «Черного зеркала», но сегодня о нем говорят и в ООН. Там начались мероприятия, посвященные второй годовщине аннексии полуострова России. Помнит ли Запад о своих обещаниях не забывать захват? Расскажет наш СОПКОР в Вашингтоне Тихон Дзятко. Заседания, приуроченные ко второй годовщине аннексии Крыма, проходят в Организации Объединенных Наций на протяжении двух дней. Утром в штаб-квартире ООН состоялось заседание членов Совета Безопасности по так называемой формуле Арии. Это неформальные встречи в закрытом режиме. Никакие решения по итогам не принимаются. Встречи проходят даже не в традиционном зале Совбеза. Но у представителей различных делегаций есть возможность услышать важную информацию, которая будет иметь свое значение в дальнейшем. Сегодня заседание было посвящено правам человека в Крыму. Мустафа Джемилев рассказывал о положении крымских татар. Ну а накануне в штаб-квартире ООН проходило еще одно неформальное мероприятие в формате круглого стола. Замминистр иностранных дел Украины Сергей Кислиц, представители миссии стран-членов ООН, одним из центральных было выступление посла США при ООН Саманты Пауэр. В течение времени не изменяет факты. Крым есть, был и будет оставаться частью суверенной Украины. И мы отказываемся принимать попытки России с помощью силы и пропаганды изменить этот факт. Среди других участников круглого стола представитель миссии Великобритании Питер Уилсон. Он заявил, что по его информации уже 10 тысяч крымских татар покинули Крым. И что Великобритания никогда не признает аннексию Крыма. Собственно, в этом же ключе говорили и другие выступавшие представители ЕС, Германии и других западных стран. Все они высказались в поддержку принятой два года назад резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Отметил двухлетие аннексии и Путин явился на полуостров. Осмотрел стройку века. Что увидел на стройплощадке Керченского моста, знает Юлия Крючкова. Как забивают сваев, но Керченского пролива сегодня лично видел Владимир Путин. Полетал на строительной площадке на вертолете и походил среди рабочих. Проинспектировав объект, заявил, строительство моста через Керченский пролив должно быть закончено до конца 2018 года. Согласно смете, мост обойдется России в более чем 200 миллиардов рублей. Начало автомобильного и железнодорожного движения намечено на 18 декабря 2018 года. Со строительством моста должно быть увязано повышение пропускной способности и модернизация всей транспортной инфраструктуры Крыма. В том числе автодороги из Керчи в Симферополь. А еще российский президент потребовал назвать фамилию конкретного человека, который будет нести ответственность за строительство. И цитирую, которого можно повесить после подведения итогов. В МИД Украины выразили протест в связи с сегодняшним визитом Путина и других российских чиновников в Крым. Как сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, поездка не была согласована с украинскими властями. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Симферополь. В Брюсселе продолжается официальный визит Павла Климкина. Он приурочен к европейскому форуму, во время которого будут обсуждаться самые острые вызовы Европы, в том числе соседские отношения с Украиной и Россией. Сегодня глава украинского МИДа встречался с комиссаром по вопросам расширения и добрососедства ЕС Еханнесом Ханом и комиссаром по вопросам энергетики Марашем Шевчевичем. Ездить в Европу без виз украинцы смогут уже во втором полугодии. Об этом сегодня заявил президент во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и реагирования на кризисы Христосом Селеонидосом. Необходимые для этого законы, как ожидается, внесут в Европейский совет в апреле. Напомню, в декабре прошлого года Еврокомиссия одобрила отчет по выполнению Украины плана действий по либерализации визового режима с ЕС. Впрочем, рекомендации Еврокомиссии еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. Также Петр Порошенко поблагодарил Еврокомиссара за предоставленную Украине гуманитарную помощь. Я очень благодарен вам, пане комиссаре, за решение Европейской комиссии про выделение дополнительных 20 млн евро на гуманитарную помощь, включая потребы внутренне перемещенных людей, дать помощь пострадалим на Донбассе и лечение поранених. Без этой помощи я могу наголосить, что жахливая гуманитарная катастрофа, которая сейчас происходит на оккупованных территориях, могла бы еще больше разучить последствия. Усиливают гуманитарную катастрофу на Востоке враги изнутри страны. Мошенничество. СБУ выявила схему, по которой не менее 10 млн грн государственной помощи переселенцам осело в карманах у преступников. Как работали мошенники и понесут ли наказание? Ирина Баглай подробнее. Деньги на чужой беде. Из госбюджета мошенники украли 10 млн грн. Служба безопасности провела проверку, сколько из зарегистрированных переселенцев реально проживают в городе Краматорске. Результат шокирует. Из 61 тысячи только 8 тысяч живут в городе. Основное место регистрации – общежитие, где мифических переселенцев и в глаза не видели. Предоставили список, который был написан, 664 человека переселенцев. Из них у нас проживает 614. Не проживает 614 человек. Схема простая. Соцпомощь, в среднем это 800 грн. на человека, можно оформить, предъявив справку переселенца и регистрацию о временном проживании на подконтрольной Украине территории. В подтверждение слов главы службы безопасности, которое было заявлено, что неустановленными людьми получаются фиктивные документы. Про то, что так называемый переселенец проживает на территории города Краматорска, в подальшем эта доведка дает право на получение помощи. Кто получил эти деньги? В СБУ рассматривают несколько версий. Документы подделка или же к их выдаче причастны должностные лица. По факту открыто уголовное производство, а все документы силовики передали в местную прокуратуру. Из-за действий мошенников выплата соцпомощи была приостановлена для всех переселенцев. Мы будем следить за дальнейшим развитием этого дела. Те же, кто остаются в прифронтовой зоне, сегодня снова слышали, как работает артиллерия боевиков. 200 мин противник выпустил в сторону села Луганское на Дебальцевском направлении. Минометы били и по позициям военных в районе Красногоровки и Марьинки. Уже к вечеру тишину нарушили и в районе Авдеевки. Артиллерия там молчала два дня, но как только наблюдатели ОБСЕ покинули этот сектор, боевики через несколько часов начали обстрел. Их цель, напомню, промышленная зона, где расположены капитальные строения и удобно скрывать запрещенные орудия. Ирина Баглая, Сергей Дубинин, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Обвиняемого в шпионаже и незаконном обращении с оружием азовца Станислава Краснова оставили под домашним арестом. Сегодня суд мог изменить ему меру пресечения, но судья взяла самоотвод. Заседание не состоялось. Сам Краснов на слушание явился. Его выписали из больницы, хотя он утверждает, что, как и прежде, чувствует себя плохо и хотел бы продолжить лечение. Но обвинители не видят противопоказаний для участия подозреваемого в судебном процессе. Меня сегодня выписали и там прописали процедуры, что мне нужно продолжать лечиться и лечить око. Его сегодня было доставлено в суд для изменения меры заболевания захода. Было проведено судово-медичную экспертизу, также есть выяснение эксперта, который позволяет проведать с ним следственные действия. Это не забороняет общение. Изменить меру пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу для Краснова требуют следователи СБУ в связи с новыми подробностями в деле. Азовец, помимо сотрудничества с российскими спецслужбами и незаконного обращения с оружием, якобы готовил теракты. Все обвинения уже объединили в одно дело. Когда следующее заседание суда и кто будет его вести, пока неизвестно. Согласно процедуре, нового судью изберут при помощи электронной системы распределения судей. В Ужгороде из областной больницы пропали бойцы правого сектора. Там они проходили лечение после перестрелки в Мукачеве в июле прошлого года. Кто раструбил об исчезновении и где пациенты сейчас, знает Марина Коваль. О том, что двух задержанных бойцов правого сектора больше нет в больнице, первой сообщила пресс-секретарь организации. Вчера, как обычно, Галина принесла продукты гражданскому мужу, но в палате его не оказалось. Мецестры сказали нам, что их куда-то вывезли, а куда вывезли, они не знают. Телефон дала адвокату. Адвокат так же не в курсе. В соответствии с законом Украины, если их куда-то транспортуют, перевозят, они обязаны сообщить и родителей, и защитников. В областную больницу Владимира Бурчу и Родиона Горбенко доставили после Мукачевской перестрелки в июле прошлого года. Тогда около 10 бойцов правого сектора поехали на встречу с народным депутатом Михаилом Ланё. В какой-то момент началась перестрелка. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Погиб охранник клуба. Дальше была погоня. Правоохранители пытались задержать участников потасовки. Открывали даже огонь. В результате один боец правого сектора был убит, еще двое ранены. Остальные скрылись в горах. Их искали тысячи сотрудников милиции, СБУ и Нацгвардии безрезультатно. Бурча и Горобенко единственные задержанные. Восемь месяцев они лежали вот в этом хирургическом корпусе на четвертом этаже под охраной бойцов Альфы. Узнать, куда девались пациенты, идем к главврачу. То, что бойцов в палате нет, подтвердили охранник и сотрудники больницы. Не на камеру врачи рассказали, пациенты прошли курс лечения и больше не нуждались в госпитализации. Галина Кондик уверяет в обратном. Нашлись бойцы в Ужгородском СИЗО, куда их перевели вчера в 16.30. Бурча Володимир Володимирович и Горбенко Родион Игорович перебывают в Закарпатской установке выполнения покараний номер 9. Подставой их держания под вартою есть ухвала Печерского районного суда города Киева от 24.02.2016 года, в которой, власне, и продолжено предыдущие решения судов. Прошло более полугода. Организаторов встречи в Мукачеве официально до сих пор ищут. Делом занимается Генеральная прокуратура. Никаких результатов расследования пока нет. Своё ещё в ноябре провели народные депутаты. Причиной перестрелки назвали борьбу за контроль над контрабандными потоками. Марина Ковальюри-Ковалёв, подробности, телеканал Интер, Сокарпатская область. Отпечатки пальцев Салаха Абдеслама, единственного выжившего участника парижских терактов 13 ноября, были обнаружены в Брюссельской квартире, где во вторник возникла перестрелка между жителями и полицейскими. Я напомню, четверо стражей порядка были ранены, а один нападавший убит. Двоим его подельникам удалось скрыться. Они вооружены и очень опасны, поэтому в Бельгии до сих пор сохраняется третий уровень террористической угрозы. И хотя в интересах следствия полицейские работают максимально дискретно, на издании Нуваль Абсерватор стало известно, что в квартире нашли не только отпечатки пальцев, но и ДНК Салаха Абдеслама, самого разыскиваемого преступника Европы. Там же обнаружено 11 магазинов к автомату Калашникова, флаг исламского государства, салафистские книги. Похоже, что это помещение активно использовалось, и в нем жили люди, несмотря на то, что уже несколько месяцев там было отрезано водоснабжение и электричество. По информации бельгийских журналистов, убитый снайпером Мохаммед Белькаид, нелегал из Алжира, был соучастником Салаха Абдеслама. Якобы именно он, используя фальшивые документы, перевел 750 евро накануне парижских терактов к кузине одного из террористов в Париж. И его сняла камера видеонаблюдения в отделении Western Union. Напомню, двое остальных обитателей квартиры сумели скрыться после перестрелки, где они сейчас неизвестно их разыскивают. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, телеканал Интербрюссель. И как стало известно, в эти минуты в знаменитом брюссельском районе Маленбек слышны выстрелы. Там работает полиция, правоохранители. Факт операции подтверждают, но больше не разглашают никаких деталей. В школе поблизости были эвакуированы дети. Премьер-министр Бельгии закончил раньше свои встречи в рамках саммита и поспешил в свой офис. Это все пока то, что знаем мы. Больше подробностей спросим у Софии Гордиенко. Она с нами на связи. Соня, какие у тебя самые последние данные? Прошу. Здравствуйте, Алексей. Самое важное на данный момент, что там, в Маленбеке, так и удалось задержать никого-либо, а Салаха Абдаслама. И это уже подтвердила полиция. Удалось это благодаря тому, что сегодня утром неизвестный сообщил в полицейский участок о месте нахождения преступника. Операция началась после полудня в прожайшем секрете. Они не знали журналисты совершенно. И о том, что что-то происходит непонятное в районе Маленбека рассказали сами местные жители. Они просто увидели, как полицейские укладывают лицо в асфальт какого-то человека. Задержанных двое. Это сам Салах Абдасалам. Его ранили в ногу. И его подельник. Третьего человека, который находился вместе с ними в обычном брюссельском доме. Его сейчас как раз разыскивают в квартире, где скрывался преступник номер один Европы. Сейчас находится полицейская собака со специальной камерой. Пытаются понять, что там находится. Это может быть очень опасно, потому что в квартире могут находиться также взрывчатые вещества. Так как преступники задержаны. Они действительно могут, они или их подельники могут пойти на крайность. А рядом находятся школы и находятся люди. Кстати, о людях. Они очень странно вообще реагируют на все происходящее. Полиции мешают. Местные жители, жители района Маленбека бросают в них бутылки. Это можно увидеть было на видео сегодня. Но несмотря на это, твиттер, лента сейчас переполнена поздравлениями брюссельской и французской полиции. Они действуют сообща. Премьер-министр Бельгии и президент Франции. Они сейчас тоже вместе находятся здесь, в Брюсселе. Сейчас в эти минуты у них будет совместное заявление по тому, что происходит. Студия? Спасибо, Соня, за самую последнюю оперативную информацию. С нами на прямой телефонной связи из Брюсселя была моя коллега София Гордиенко. Европа согласовала беспрецедентно радикальный план у регулирования мигрантского кризиса. Всех переселенцев, которые едут в ЕС, будут возвращать обратно в Турцию. Анкара при этом согласилась принимать у себя мигрантов. Согласилась, конечно, не без выгоды для себя. Что получила взамен, знает наш европейский корреспондент Оксана Кундеренко. При исполненной оптимизма турецкий премьер Давут Аглу с самого утра поспешил в высокие брюссельские кабинеты. Для Турции проблема беженцев не предмет торга, а вопрос человеческих ценностей, европейских ценностей. Надеюсь, мы достигнем общей цели помочь людям и углубим взаимоотношения Турции и ЕС. Не слишком надеясь на альтруизм Турции, европейские лидеры выложили на стол переговоров три козыря. Деньги, отмену виз и перспективу членства. Еще раз спасибо, что приехали. В Евросоюзу без Турции сейчас никак. Почти миллион переселенцев пересекли Средиземное море и попали в Грецию только за последний год. Эллада свои границы с ЕС закрыла, и люди застряли в жутких условиях палаточных лагерей. Забирать всех обратно турки желанием не горят. В то время как Турция приняла более трех миллионов беженцев, они не способны приютить даже жалкую кучку. Те, кто в сердце Европы создает для переселенцев позорные условия существования, должны менять в первую очередь себя. Брюссель на резкие слова Эрдогана глаза закрыл и дипломатично вел переговоры с Давут Аглу почти весь день. Заседали долго и вышли с компромиссным решением. Переговоры были сложными, но справедливыми. Не все, что мы слышали, нам понравилось. Пришлось подгонять финальный документ под международное законодательство. Согласно договоренностям действует принцип один на один. За каждого пойманного по дороге в Европу нелегала ЕС примет бегущего от войны сирийца из лагеря беженцев Турции. У меня не осталось никаких иллюзий, что все утвержденные нами пункты вступят в силу незамедлительно. Мы достигли момента, когда назад дороги нет, и работать вместе с Турцией согласились все 28 стран-членов ЕС без исключения. Вот только мигрантов, которые уже находятся на территории Евросоюза, так просто выслать не получится. Каждый из них, согласно Женевской конвенции 1951 года, имеет право на индивидуальное рассмотрение дела. Тут деньги и ресурсы понадобятся не только Турции. Революционное и многострадальное соглашение, с которым вступает в действие уже в это воскресенье. Но кризис в одночасье не разрешит. Как распределять беженцев по Европе, до сих пор не договорились. Поблажки для Турции не всем по нраву. И сможет ли она перекрыть поток переселенцев, узнаем, когда все заработает на практике. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Больше новостей во второй части подробностей. Вот о чем узнаете. Пыточные аудитории. Офицер-преподаватель искалечил первокурсника. Миллионы с асфальта. Какие суммы оседают в карманах парковщиков? Вылететь из музея. Как из Ривненского краеведческого чуть самолет не угнали. Профлицей Теплодара получит почти миллион гривен. Их выделят из городского бюджета. Сегодня за такое решение проголосовали местные депутаты. А контролировали процесс депутаты-оппозиционеры. Они специально приехали на сессию. Выделенная сумма покроет часть задолженности перед учащимися и преподавателями. Они три месяца уже не получают деньги. Проблемы у лицея начались после Нового года. Финансирование ПТУ правительство возложило на местные органы власти. А у тех на это денег нет. Верховная Рада еще в начале февраля проголосовала за закон, который предусматривает помощь профтехучилищам. Но документ до сих пор не подписан. Оппозиционный блок требует от президента либо подписать законы и дать возможность финансировать и спасти наших осветян, нашу отрасль профессионально-технического образования. Либо четко сказать о том, что он этого делать не будет. И тогда нужно решать депутатскому корпусу и кабинету министров, как решать эту проблему. Потому что в том политиканстве, которым занимаются наши депутаты, ждать больше нельзя. А ближе к вечеру стало известно, что Петр Порошенко витировал закон о финансировании ПТУ. Денег из госбюджета профучилища не увидят. Президент нес поправки в закон и вернул его в Верховную Раду для повторного рассмотрения. Не хочу быть слесарем, хочу быть фотографом. В Тернополе депутаты решили узнать, а чему, собственно, учат сейчас ПТУ, чем выпускники могут быть полезны городу. Результаты были неожиданными. Посмотрите. 75 миллионов гривен. Именно столько необходимо срочно выделить из горбюджета Тернополя на содержание местных ПТУ. В мэрии решили выяснить, за чье же обучение предстоит платить. Оператор компьютерного набора фотограф. Это, опять же, для компьютерщиков в прошлом, мне очень интересно увидеть оператор компьютерного набора фотографа, как он выглядит. В Тернополе шесть училищ, где учатся свыше 4000 студентов. Из них более 600 получат диплом специалистов компьютерного набора, подсчитал заммера. Говорит, странно, ведь компьютерная грамотность и так преподается в школах. Эти 650 человек, которые учатся в компьютерном наборе, они были бы для нас незаминными, если бы они были, например, слюсерами для ввода канала. Они были бы для нас незаминными для работников теплокоммунэнерго, для энергетиков, самоработной ланки. Это для нас были бы незаминными люди, которые были бы, например, специалистами в элементарных вещах, связанных с энергоэффективностью. К примеру, в Тернополе в водоканале, несмотря на приличную зарплату, не могут укомплектовать штат. Обращались местные вузы и ПТУ, но оказалось, по таким специальностям обучение вообще не ведется. В областном центре занятости показывают, вакансии на рабочие специальности есть, а вот операторы компьютерного набора пополняют ряды безработных. Что касается оператора компьютерного набора, ну, как на меня, это сегодня должны быть допустимые знания, как пользоваться компьютером, как пользоваться интернетом, как, возможно, пользоваться той почтой в интернете. Ну, то есть, это так, как работать с калькулятором, может быть, для тех выпускников, которые когда-то закончили еще давно, там, в учебной школе. Специальности, которым обучают в ПТУ, утверждены Минобразованием. И диплом оператора компьютерного набора пользуется спросом среди абитуриентов, утверждает директор тернопольского ПТУ «Услуг и туризма». Завдание навчального заклада – это, в первую очередь, подготовить квалификованного работника. Уже завдание державы – про это влаштовать его. Прорывала профессию, ты не думала, да, это будет в ПТУ? Нет, я так. Випадково. Ну, не випадково, так, вырешила себе. Сначала поддавлюсь, а потом поддавлюсь, куда пойду. Тернопольские чиновники намерены поставить условия Киеву. Если ПТУ будут финансироваться из местного бюджета, то утверждать специальности и госзаказ должен горсовет. Ну, а пока и студенты без стипендий, ведь 75 миллионов в местной казне так и не нашли. И городские предприятия без сантехников и электриков. Алла Матюшок, Жанна Дудчак, Максим Кирилев, телеканал Интер, Тернополь. Более 500 бизнесменов приняли участие в масштабном всеукраинском форуме, который прошел сегодня в Киеве. Среди гостей – Виктор Пинчук, Юлия Тимошенко, Сергей Тарута – участники форума начали разработку чрезвычайных мер по преодолению кризиса в стране. Присутствовали на форуме представители Федерации работодателей Украины, общественных организаций и бизнес-объединений. Репортаж события. Они призывают на время забыть о конкуренции и вместе выводить страну из кризиса. Бизнесмены собрались, чтобы обсудить, что конкретно нужно сделать для остановки падения экономики и возобновления ее роста. Участники форума сетовали на множество программ, которые реально не выполняются. Проблемой называют то, что их писали политики, но после смены власти об уже принятых планах действий забывали. И начинали писать новые. У нас, вы не поверите, есть около 50 программ спасения экономики нашей страны. Есть более 50 программ по борьбе с коррупцией. И могу продолжить эти цифры. Во-первых, нужно, чтобы все это сделали люди, которые знают, как это сделать. Статистика неутешительна. В прошлом году цены выросли на 38%, гривна обесценилась на 50%, а ВВП обвалился на 10%. Сегодня очень сильная угроза дальнейшего разрушения экономики, обеднения Украины. И каждый бизнесмен должен сделать максимум для того, чтобы прекратить уничтожение экономики. Итог трехчасовых дебатов – понимание того, что необходим единый план реформирования экономики, который примет все общество. Именно такие планы в свое время позволили Германии, Северной Корее и Польше стать примерами стран, которые совершили экономическое чудо. Необходен план дей спільный, план дей, который будет понимать общество, бизнес, влада. Федерация работодавцев Украины такой план дей имеет. Он называется план модернизации Украины. При реализации этого плана модернизации Украины мы через 5 лет можем получать увеличение 7% ВВП. Мы понимаем, что при реализации этого плана модернизации мы, как страна, можем получать через 10 лет до 300 миллиардов долларов инвестиций. Объединение вокруг уже разработанного плана модернизации позволит обеспечить стремительный рост экономики и повышение качества жизни. Средняя зарплата может вырасти до 500 долларов, расходы на медицину в три раза, а продолжительность жизни на три года. Но отправной точкой должно стать восстановление экономики. Наш лозунг следующих 5-10 лет, это должен быть лозунг стройка. Надо сшивать страну. Мы должны сделать масштабную стройку в стране. Все должно быть в кранах, все должно строиться. Тогда это все будет работать. Мы, еще раз говорю, вы вспомните 90-е годы. К нам никто не шел. Мы никому были не нужны. Мы уже переживали этот период. За счет чего мы выехали? За счет себя, украинцев. Если мы, украинцы, не будем верить в себя и не будем делать этого, к сожалению, иностранцы не пойдут. Как только они увидят, что мы что-то сами делаем, поверьте мне, они придут. Промедление с реализацией единой программы обходится Украине достаточно дорого. За прошлый год Украина потеряла 2,5 миллиарда долларов инвестиций. Оксана Григорьева, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Пока крупный бизнес требует реформ, премьер грозит увольнением руководителям крупных госпредприятий. В немилость попал глава Турбоатома. По словам Яценюка, если тот не пустит в компанию аудиторов, то выбьет из-под него кресла. Отставка светит и тем, кто провалил финпроверку. Минэкономики премьер поручил подготовить черный список неэффективных руководителей. Некоторые, говорит, могут лишиться и свободы. Я прошу подготовить повторное звернение до Национального антикоррупционного бюро и до органов прокуратуры о расследовании фактов злоуживания на государственных компаниях. Минэкономики, вы внесете мне подание по звольнению руководителей компании, разрыва трудовых контрактов. Куда уходят деньги? В прошлом году в Украине на реформы только официально было выделено грантов на 3 миллиарда 300 миллионов долларов. Но вот определить, как именно расходовались эти средства, практически невозможно. Об этом медиаресурсу обозреватель заявил экономист Марьян Заблоцкий. В Украине получатели грантов почти не отчитываются перед грантодателями за проделанную работу и полученные деньги, поэтому о реально выделяемых суммах можно только догадываться, говорит он. 18 миллионов гривен в год. Именно такой суммы лишался столичный бюджет благодаря деятельности Киевпарк Транссервиса. О коррупционных схемах предприятия рассказал столичный мэр Виталий Кличко. Правоохранители выяснили, что парковщики брали с водителей деньги, но квитанции не выдавали. В итоге деньги вместо столичного бюджета оседали в карманах чиновников. Ежемесячно более полутора миллионов гривен. По словам мэра, сейчас в Киеве около 500 легальных парковочных площадок. Со всеми остальными Виталий Кличко планирует бороться с помощью заочных штрафов. Через две недели соответствующий законопроект планирует рассмотреть в парламенте. Мы можем выдавать штраф, а не ждать водителя, который придет и вручает ему в руки под скло. Как это работает в всех цивилизованных странах. Штрафование по виде фотофиксации. Мы очень ждем. И надеюсь, что Верховная Рада примет этот закон. Скандальный посол Украины в Чехии Борис Зайчук написал заявление об отставке. Эту информацию по телефону нам подтвердил секретарь посольства. Комментировать свое решение сам дипломат отказался. В МИДе тоже сказали, что кадровые вопросы не обсуждают. Напомню, послом Зайчука назначил еще беглый президент Янукович. Ранее чешские СМИ сообщали, что украинский посол пытался вызволить из тюрьмы бывшего советника Януковича Алифаяда, которого подозревают в сотрудничестве с террористами. Шокирующий случай во Львовской академии сухопутных войск. Офицер настолько увлекся воспитательным процессом, что покалечил первокурсника. Галина Якушко, подробнее об инстанденте. Десять дней на больничной койке. Студент первого курса Львовской академии сухопутных войск Степан Данилко до сих пор не может понять, за что его ударит преподаватель. Это произошло во время занятий в аудитории. Левой рукой я потягнулся за корректором и неожиданно. Вечел удар под ребром. Сильный удар, в котором я сдвигнулся. За что он сказал, я вам говорил, не шумите. Несмотря на то, что курсант жаловался на боль, в больницу его не отправили. Сначала в медпункте дали таблетку, затем осмотрел штатный хирург. И тоже ничего опасного не заподозрил. Ему не надаючи допомоги, отсылают казарму и обзывают его шасимулянтом. Что лекарь мог бы звернуть увагу и на его гострубиль живота, и на его бледные шкарные покривы. В стационар Степан попал только через 4 дня после удара. Оказалось, у него разрыв селезенки. Поврежденный орган пришлось удалить. При обстежении было выявлено разрыв селезенки с внутренней червенной кровотечью. Интенсивность кровотечи могла привести до небажных наследований, даже смерти. Преподаватель Академии, подполковник Олег Каранько, свою причастность к инциденту отрицает. И с журналистами встречаться не желает. Я ничего по той ситуации не знаю, это побочит. Расследование проводит военная прокуратура. Каранько обвиняют в превышении служебных полномочий. Стверждает, что указанного військового курсанта, он не бил, он его только штовхнул. Как бы он ему заважал проводить занятия, принимать залик. Это его версия. Если вину подполковника докажут, ему грозит до 9 лет лишения свободы. Сокурсники Степана рассказывают, к рукоприкладству уже привыкли. Мол, подполковник не раз приходил на занятия в нетрезвом состоянии. Руководство Академии инцидент не комментирует. Предлагают подождать результатов служебного расследования, которое параллельно с прокуратурой проводит комиссия Минобороны. Может, происходят между ними конфликты, может, какие-то непорозумения. Или, может, непорозумения между ними и их командирами. Этого никто не выключает. Пострадавшего Степана сегодня уже выписывают из больницы. Будет ли продолжать обучение, он еще не решил. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. В Одессе задержаны пятеро диверсантов из так называемой ЛНР. По данным СБУ, задачей их было организовать теракты на юге страны в пасхальные праздники. Планировали и нападение на одну из тюрем, чтобы дестабилизировать ситуацию. У задержанных изъяли килограмм пластида, противопехотные мины, гранатометы и другие боеприпасы. Сейчас СБУ разыскивает сообщников диверсантов. Очередные обстрелы наших позиций под Докучаевском, близи Донецка. Накануне противник открыл огонь сразу из нескольких видов вооружений. Среди наших военных один раненый. Наш корреспондент Александр Пантелеймонов побывал на передовых позициях. Подробности в его сюжете. Из 120-х минометов, 82-х минометов, БМП-1, БМП-2, СПГ, АГС. Эту последовательность обстрелов наши военные уже выучили наизусть. Под Докучаевском боевики стреляют каждый день. Противник пытается отбросить наших военных с господствующих высот. Контроль над ними дает полное стратегическое преимущество на этом участке. Они стягивают технику на той самой Докучаевской, которую вы видите, за нами. Но ситуация более-менее стабильная. Почему? Потому что, если вы посмотрите по карте, посмотрите по местности, Докучаевск находится в полукольце, благодаря умелым действиям военных службовцев. Вот здесь все позиции противника как на ладони. Нас, по сути, разделяет только вот эта ложбинка, а дальше уже располагается Докучаевск. А вот там вот на окраине фермы и дачи, там основные силы противника. Оттуда боевики стреляют, запрашивают через ОБСЕ перемирие и продолжают стрелять дальше. Они запросили перемирие после нашего ответного огня. Это ближе к 13.45, они сделали последний выстрел, как бы передали привет нам. Но такие перестрелки и провокации для наших военных уже давно не в новинку. Знают они и о российских спецназовцах, которые воюют на той стороне. Это, к слову, подтвердили и пленные. Четверых вражеских разведчиков наши бойцы захватили несколько дней назад. У меня бригада укомплектована 65-70% військовослужбовцами службы за контрактом. Еще с первой и второй кампанией. Отповедно, люди обстреляны, побывавшие в более жестоких боях, чем сейчас происходит. Поэтому, в принципе, особого страха и паники перед ними нет. Хай они боятся нас. По последним данным, в Докучаевск боевики подтянули танки, артиллерию и даже установку ГРАТ. Но наши военные хорошо закрепились и готовы к развитию даже самых жестких сценариев. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности. Телеканал Интер. Не может без авиации. В Ривненском краеведческом музее поймали необычного злоумышленника. Мужчина решил увезти ни много ни мало целый самолет. О горе угонщики. Инна Белецкая. Во дворе Ривненского краеведческого музея самые любимые детьми экспонаты. Лодки, пушки, военный транспорт и самолет. Именно Як-50 приглянулся нетрезвому мужчине в камуфляже. Видно было, когда я до него подошел, что эта людина в такой глубокой депрессии. Что это был исторический стан какой-то. Но мне он не погрожил, сидел сверху на молотарце. Ну и на моих очах он достал пистолет и мобильный телефон. Директор музея тут же позвонил в полицию, но когда правоохранители прибыли, оказалось достать нетрезвого посетителя из самолета непросто. Залез сюда, на дно прилег, он достаточно большой, на него не могли вынятись. Вот, нужно было там разбивать. В это время на экскурсии было много детей. Чтобы не пугать их, на дебошира надели наручники не сразу. Посадили его в эту маленькую машинку, но он еще там тоже сопротивлялся, бил ногами. Детки были в музее, потом, когда это все закончилось, одели наручники, утихомирили его кое-как. У содержанного полицейские взяли пистолет Макарова, 8 патронов и удостоверение участника АТО. Правоохранители установили особу человека, не выявился 34-летний житель места Новомосковск Дніпропетровской области. Незаконное положение с оружием, боеприпасами и выбуховыми пристройами. Оказалось, мужчина проходил обучение на Ривненском полигоне, и поскольку является военнослужащим, оценку его действиям будет давать военная прокуратура. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривне. Войну Трампу объявили хакеры группы «Анонимус». С 1 апреля пообещали взломать официальный сайт кандидатов президента США от республиканцев, интернет-ресурсы всех его бизнес-структур и коммуникация между ними. В своем видеоролике хакеры назвали методы миллиардера в политике террористическими. А чтобы никто не сомневался в серьезности угроз, уже выложили номера телефонов и страховых полисов Трампа, его родственников, а также адреса компаний всей его бизнес-империи. В Нью-Йорке двое мужчин попытались убедить главу правительства Канады стать президентом, к тому же американским. Неожиданное предложение мужчины аргументировали тем, что кандидаты в Америке все ужасные, скучные и странные. Для пущей убедительности упали Джастину Трюдо в ноги. Премьер объяснил, что баллотироваться в США он просто не может, поскольку там не родился. Мы собрали для вас и другие интересные и веселые новости этого дня в нашем международном обзоре. Посмотрите. Обама написал письмо пожилой кубинке. Ильяна Ярса в свое время пригласила американского президента к себе домой. Конверт из Белого дома стал одними из первых доставленных из Штатов на Кубу. Между двумя странами впервые за полвека возобновилось прямое почтовое сообщение. Американский президент пообещал выпить 76-летней кубинкой чашку кофе во время своего визита в Гавану в это воскресенье. Китайский производитель унитазов под названием Трамп готов судиться с кандидатом на пост президента США, если тот подаст на них в суд из-за названия. Руководство компании уже заявило, исков Дональда Трампа не боятся и готовы отстоять свой бренд в суде. Китайцы утверждают о самом миллиардере узнали меньше года назад, в то время как Трамп унитазы они производят уже более 10 лет. В Шотландии появился поросенок, считающий себя овцой. Владельцы фермы в Дамфрисшире не могут поймать животное уже больше двух недель. Все это время поросенок живет с овцами на поле. По всей видимости, стадо приняло новичка по кличке Бэйб за своего. Поросенок спит среди овец, ест с ними и совсем не хочет возвращаться в свинарник. Царицы зверей едва не перерычали британскую королеву. Левицы лондонского зоопарка поспорили из-за обеда и чуть не заглушили речь Елизаветы II. Королева вместе с супругом герцогом Эдинбургским открывала новую экспозицию. Левицы Хайди и Инди – своенравные дамы, объяснили в руководстве зоосада. И обед у них всегда по расписанию, даже несмотря на визит Ее Величества. В США обвиняемый выступил с последним словом, спев песню. 21-летний Брайан Тейлор извинился перед матерью, потерпевшими и судом, исполнив свои стихи на мотив композиции «Адель Хеллоу». Тейлора обвиняют в попытке похищения человека с целью грабежа. Сегодня на 77-м году жизни умер режиссер театра и кино, народный артист Украины и бывший депутат Верховной Рады Лесь Танюк. Профессор Киевского государственного университета имени Корпенко Карова, председатель Союза театральных деятелей Украины, заслуженный деятель искусств, Лесь Танюк поставил более 50 спектаклей и написал около 600 публикаций на темы культуры, политики, искусства. Более четверти века Лесь Танюк возглавлял всеукраинское общество «Мемориал» имени Василия Стуса, которое сам основал еще до обретения Украиной независимости. Вот такие вот сегодня новости. Я напоминаю вам, что сразу после подробностей в эфире Интера будет политическое ток-шоу «Черное зеркало». Почему? Не стоит переключать канал, нам с вами сейчас расскажет ведущий программы Евгений Киселев, он с нами на связи. Евгений, здравствуйте. Согласитесь, мы с вами этой недели ждали очень долго и очень многого от нее ожидали. Она обещала быть очень продуктивной, но, как всегда, закончилась, как по мне, политическим пшиком. Так есть ли что обсуждать сегодня? Я думаю, что, тем не менее, обсуждать есть что. Во всяком случае, мы попытаемся от пришедших в студию политиков добиться внятного ответа на вопрос о том, правда ли, а эти слухи сегодня множились повсюду, что все-таки уже известно имя нового премьер-министра, которое будет объявлено буквально в течение двух-трех дней, что Яценюк согласился написать заявление об уходе по собственному желанию. Вот правда это или нет, в очередной раз попытаемся выяснить. Кроме того, мы будем говорить о судьбе Надежды Савченко, потому что эта тема остается приоритетной. Будем говорить и о печальной годовщине, потому что на этой неделе, можно сказать, сегодня, два года, как был аннексирован Крым. Вот обо всем этом будем говорить и даже петь, потому что сегодня среди наших гостей будет известный певец, исполнитель своих песен Вася Обломов. Спасибо, Евгений. Хочу заметить, что если наши гости эту правду о будущем премьере знают, то они обязательно ее скажут уж что-что, а допытывать мы с вами умеем. Это был Евгений Киселёв с анонсом программы «Черное зеркало». Напоминаю еще раз, она выйдет в эфир уже буквально через несколько минут. С подробностями на сегодня все. В студии это я встречусь с вами завтра вечером, как обычно в 20.00. Но у нас будет с вами еще одна встреча через несколько минут в эфире политического ток-шоу. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»